И, может быть, даже попробую закончить тему, которая связана с геометрией. Я говорил про то, что в математике созданы разные числовые структуры. И здесь уже проявляется некоторый философский вопрос по отношению к математике на тему о том, есть ли какая-то значимость этих структур за пределами чистой математики. В общем-то, по отношению ко всем числовым структурам этот вопрос по факту задавался. И то, что разные типы чисел, значит, отрицательные числа, дробные числа, иррациональные числа, вещественные числа, комплексные числа. Вот то, что они показывали некоторую неотвратимость, я бы сказал, их использование, если мы хотим о чем-то не просто содержательном, но и в каком-то смысле точно рассуждать. То есть содержательные и точные рассуждения не исчерпываются числами, но вот есть такая идея, что вот в физике некоторый идеал, которого физика никогда не достигала, но тем не менее идеал, она к нему приближалась. То есть идеал такой, что вот если ты чего-то не знаешь точно, значит, этого не знаешь. Точно, что означает точно, вот если ты не можешь это измерить, то есть представить в некотором числовом виде. Но при этом критерии вот этой точности, они были подвижными. Первоначально-то была идея о том, что вообще всё можно знать точно, потому что Бог всё точно знает. А затем эта идея сильно потеряла в своём выражении, поскольку речь пошла о том, что мы приближённо знаем, но в пределах некоторых допусков, погрешностей и так далее, то есть знаем как бы точно, но вот приближённо. И в этом смысле вот эта приближённость нашего знания, она нас удовлетворяет. Вычислить там гравитационную константу с точностью до, скажем, семнадцатого знака после запятой. Вот это точное знание, знание, когда мы можем указать некоторое число. Я уже говорил о том, что когда речь идёт о числах, то некоторый внутренний смысл понятия числа – это то, что число представляет собой некоторую функцию, которая позволяет преобразовать нечто. Может быть, в качестве коэффициента. Там вот 2х от х очевидно отличаются. Ну и так далее. Может быть, в качестве некоторой константы. К х прибавить 2 константу, значит, это вот перейти к некоторой другой величине. Здесь 2, но она качественно такая же, как х. В то время как 2х – это вот не то же самое. 2х – это не значит, что мы возводим некоторую величину х в квадрат. То есть мы от линейной величины не переходим к величине, имеющей геометрическую размерность. Нет, просто увеличиваем. Есть вот этот самый х, а мы его растягиваем в два раза. Он остаётся вот тем же самым. Ну и, соответственно, вот эти самые 2, 3, 4, половина, треть, корень из двух, два в степени что-то и так далее. И вот это некоторые способы. вот это самое 2 использую я как-то по-разному работать с величинами, которые у нас есть. То есть число оказывается в таком представлении некоторой функции, некоторым оператором. Вот число оперирует с величинами, позволяет нам оперировать с величинами. Вот. И одно из определений числа в таком виде, значит, что такое число, формальное такое определение число, это множество эквивалентных выражений. 2 это 1 плюс 1, это 5 минус 3, это 6 делённое на 3, значит, это корень квадратный из 4, ну, плюс корень квадратный из 4, да, и так далее. То есть вот любые функции подставляете, по факту получается, что если вы ограничиваете вот эти функции, у вас получается ограниченное понятие числа. Вот натуральное число, оно какое? Оно там прибавляется, ну, вычитается, ограниченно вычитается, да, умножать на него можно, делить не всегда. Да, вот то же самое. То есть не универсальное такое понятие. Соответственно, расширение вот этого множества чисел, оно оказывается как бы некоторым внутренним таким мотивом, то есть вот мы можем с чем-то работать, да, и нам не хватает средств, да, вот. Нету минус 2, да, это очень полезная штука, минус 2. Причём чисто практически, откуда взялись отрицательные числа? Из торговли, да, очень полезная штука, необходимая абсолютно, да. Фактически вот эта вот практическая необходимость, помноженная на математическую инвариантность этих самых отрицательных чисел, да. То есть мы берём вот этот самый минус, там, 2, 3, 4, и это вот не превращается в что-то разное. Оно как бы всегда одинаковое, вот у него есть хорошие понятные свойства, да, и мы можем с этим действовать. Вот, значит, некоторая такая процедура, ну, не процедура, да, это некоторое такое онтологическое преобразование, когда то, чего не существовало, но то, что существует, как некоторая константа в наших преобразованиях, да, вот оно наделяется некоторым типом существования, производным по факту от того, что мы что-то делаем, преобразуем, и это мы делаем некоторым хорошо определённым инвариантным образом, да, ну, по отношению к каждому из чисел. Значит, вот некоторая, я бы сказал, внутренняя такая вот, ну, можно сказать, логика, да, хотя я вот не сторонник здесь вот именно логику искать, но, в принципе, выражение подходит. Вот как бы логика самих операций, логика вещей, да, вот её математики, значит, при решении разных задач чувствуют, да, выражают, находят средства выражать, оперировать и прочее, и получаются хорошие, значит, конструкции, прекрасные конструкции получаются, да. Вот. А числа, они, по видимости, очевидны. То есть вот очевидно, что здесь три сиденья, да, допустим, хотя на самом деле сесть могут и меньше человек, и больше, но вот эти самые три сиденья, расположенные в ряд, да, есть такое выражение сидеть на двух стульях, да, допустим, которое, правда, ни о чём хорошем не говорит, да, но тем не менее, вот можно одному на двух стульях сидеть. До некоторой степени очевидно, да, хотя, когда про это рассуждают философы математики, ну и вообще вот разные философы, не обязательно математики, а то они подчёркивают, что здесь мы имеем дело с некоторыми идеальными конструкциями, а вот реальные разные ситуации, они как бы вот являются воплощениями этих конструкций. Ну это наиболее, я бы сказал, одна из наиболее сильных интерпретаций. Или они могут быть интерпретированы в связи с этими конструкциями. И здесь вот есть некоторая наглядность, да, вот по факту здесь сложная такая штука. Смотрите, это проявляется в умножении. Мы умножаем, да, в русском языке это прекрасно выражается, да, вот у нас есть два и три, да, и трижды два, да, это шесть, и дважды три, это тоже шесть. Вопрос, а что такое жды, которые мы считаем один раз три, вот, а другой раз два, да. А это вообще-то количество раз, которые мы берём, там, либо двойку, либо тройку, как единицу. Это вот мы некоторым разом берём эту самую двойку или тройку, да. То есть это наше действие. Мы считаем свои действия вот те самые жды, которые вот два жды или три жды. То есть некоторое вот начальное такое понимание того, что число это вообще-то операции, да, это некоторое действие, которое мы совершаем, оно здесь уже выражено. это я к тому, что вот здесь мы получаем, что? Мы получаем некоторый выход за пределы простого счёта, да. Мы начинаем считать не просто объекты, мы начинаем считать наши действия, да. Наши действия как объекты, у нас получается некоторая, с одной стороны, многоуровневая антология, а с другой стороны, вот в этой многоуровневой антологии разные уровни оказываются эквивалентными. То есть мы любой из этих уровней можем превратить в уровень своего действия, рассматривая, либо считая, да, вот один, два, три, либо рассматривая вот наше действие взятия чего-то, получающегося в качестве счёта, как некоторую единицу, которую мы тоже можем считать. таким образом здесь проявляется такая особенность математики, которую лично я, ну вот это как бы первая иллюстрация, да, математика это некоторая такая сфера, где мы рассматриваем собственные абстрактные структуры действий. То есть я беру какое-то множество за единицу, это абстрактная структура. Разные множества я могу брать за единицу, абстрагировать, да, вот с ними работать как с единицей. А, ну вот я уже сказал, что здесь вот этот актуальный такой момент, мои действия, вот они достаточно очевидны. И я, кажется, уже говорил, что вот была такая группа Бурбаки, французская, математиков, которые определили математику как науку об абстрактных структурах. В общем-то вот здесь в случае с числами вот эта абстрактность структуры вот она в принципе вот ну достаточно очевидна, да. Но абстрактность структуры чего? Абстрактность структуры действий субъекта. то есть это первый подступ к той идее, которую я собираюсь дальше развить, что некоторым собственным непосредственным предметом математики являются абстрактные структуры субъектов. В этой связи то, что я уже говорил, то, что математика это некоторая такая вот сфера деятельности, где создаются некие формальные антологии. Ну, насчет антологии я говорил, что антологии в их неклассическом современном и так сказать необходимом понимании это активные актуальные такие вот штуки. И вот если говорить про то, как вот абстрактно может быть хорошо соединены, вот могут быть соединены некоторые предметы в какой-то антологии, то математика вот она дает, в частности с числами, хороший такой вот инструментарий, да, задает в своих инструментах эту самую абстрактную формальную антологию, да, ну, вот числа. Я сказал, что вот это представление о числах, оно довольно сложное, да, то есть вот так понять, что вот, допустим, одно яблоко и один ёж, это одно и то же, да, это вот не совсем такое вот лёгкое преобразование, да, ёж колючий, значит, и бегает на ножках, да, яблоко, вот оно совсем не обладает такими свойствами, да, ну, вот если их рассматривать как вот такие антологические типы, да, вот то, что мы одного ежа отличаем от другого ежа, и если их соединить, получится два ежа, и ежа мы отличаем от яблока, но если их соединить, получится два объекта, да, то же самое, здесь не важно, колючий объект или, бегает ли он на ножках, да, вот, и так далее, да, вот, некоторая такая очевидность формальной антологии, да, без которой по факту развить что-то теоретико-числовое в принципе невозможно. Это я сделал очень жёсткое замечание, это вот моё такое мнение, но мне лично представляется, что вот как-то оспорить это замечание, ну, я не знаю, как его оспорить, как развить теорию чисел без вот этого перехода к формальной структуре антологии, не знаю. До сих пор всё, что развертывалось, да, вот оно таково. То есть это вот некоторое такое феноменальное замечание, да, феноменологическое, дескриптивное. Может быть, кто-то и может вот иначе, да, оно, понимаете, вот есть, допустим, такого рода соображения, что, а вот если бы мы жили в жидком мире, да, у нас бы это не возникло, да, ну, потому что вот у нас есть одно течение, да, ну, мы понимаем, что оно одно, есть другое, значит, вот, но вот складывать их и получать два течения, да, более сложное, чем складывать ежа с яблоком, да, я бы так сказал. Ну, не знаю, в общем, попытки какого-то развития вот такой математической, числовой антологии не вот без этого классического подхода неизвестны. То есть математики высказывали, некоторые математики высказывали идею, что, наверное, можно как-то построить числа иначе, но по факту никто не построил. И вот другая сфера математики, которая, как выяснилось в античности, совсем иначе устроена. сфера величин. Не чисел, а величин. Геометрия. Я уже рисовал эту очевидную начальную структуру, да, вот у нас есть квадрат, да, и что означает эта структура, да, она означает, что, вот если мы обозначим это вот а, а это б, да, она означает, что а плюс б в квадрате равно а в квадрате плюс 2а в квадрате б в квадрате, да, очевидно. При этом нам не нужны числа. Квадрат – это геометрическая штука. мы явно видим, что вот некоторый большой квадрат складывается из двух квадратов поменьше и двух прямоугольников, да, очевидно. величины а и б как числовые величины нас здесь не интересует от слова совсем. Очевидно. То есть вот есть эта формула, да, значит, она очевидна, истинна, для любых соотношений а и б. Правда, здесь есть некоторая такая сложность, я бы сказал, да, которая зависит от нашего понимания чисел. Чисел и величин. Вот почему здесь возникает два а б. потому что мы считаем, что а б равно б а. То есть не зависит от того, в каком порядке перемножать. Вообще, вот, абстрактно говоря, математически это не так. есть способы операции с величинами, где они не коммутативны. Вот я даже приводил этот пример, у нас есть кватернионы, там есть мнимые единицы, они не коммутативны. Там вот эта штука, она оказывается совсем по-другому работающая. Но там и нету достаточно естественной интерпретации вот этого произведения. Вот. Значит, вот другой момент. Значит, классический пример противоречия. Контрадикцию in objecta по латыни. Противоречие в приписывании. Круглый квадрат. Не бывает. извините, товарищи, но философы, которые вот так утверждали, они скажем так, с современной точки зрения плохо знали математику, но недостаточно. Значит, вот у нас есть некоторая плоскость. Ну, допустим 0,1 минус минус да, вот здесь тоже минус 1, здесь 1. Примерно так вот я примерно вот это все по единичке. Значит, что такое окружность? Это множество точек, находящихся на одинаковом расстоянии от некоторого центра. Отлично. как определять расстояние. В открытой геометрии расстояние до точки некоторой, которые имеют координаты xy от нуля. Это расстояние равно корню квадратному из x в квадрате плюс y в квадрате. Ну да, я вроде бы не ошибся в этой простейшей формуле. Но расстояние между точками является некоторой функцией от координат. Давайте возьмем такую функцию. Значит, расстояние буквой ρ обозначу от нуля до точки xy это максимум из модуля x y модуля y. Эта функция удовлетворяет всем требованиям, которые определяются к расстоянию. вот давайте рассмотрим окружность единичного радиуса. Как она вот а это вот метрика называется, да, как она выглядит в этой метрике окружность единичного радиуса. Она выглядит вот так. Это квадрат. Это в точном смысле слово квадрат, потому что стоит из четырех прямых, углы между которыми там равны 90 градусов. Одно из определений квадрата. Это в точном смысле слово круг, окружность, потому что окружность это множество точек, находящихся на одинаковом расстоянии от некоторой. Вот круглые квадраты, товарищи. Если вам кто-то скажет, что не бывает круглых квадратов, сплютьте мою морду. Извините, я выражаюсь непарноменским образом, но а что делать-то, если факты таковы? Не принимайте на веру то, что вам говорят по поводу того, что дважды два четыре, круглых квадратов нет, извините, есть. И дважды два не всегда четыре. В точном математическом смысле слова. В общем, вопрос о соотношении математики и реальности в связи с развитием математики оказывается очень сложным. И я говорил о том, что математика создает некоторые контрантуитивные объекты, ситуации, модели и прочее. строго строятся, хорошо, прекрасно, доказываются свойства объектов. они с математической точки зрения существуют. Вот это интересный вопрос. Что значит существовать? если считать, раньше считалось, что геометрия описывает то, что существует в мире. Есть мир, он трёхмерный такой, там есть разные объекты, там, где они трёхмерные, значит, им применена трёхмерная геометрия. Если можно их представить плоскостями, там применена двумерная геометрия, и, соответственно, все соотношения тел в мире могут быть так представлены. Но в XIX веке выяснилось, что геометрия не одна, а есть как минимум три разных. Вот здесь я начинаю немного другой немного другое рассмотрение. Геометрия связана с непосредственной наглядностью, то есть исторически. Есть разные фигуры, между ними есть соотношения, они очевидны, типа вот такого, хотя это соотношение и геометрическое, и алгебраическое одновременно. просто вот арифметика и алгебра тоже разные штуки. Когда говорят аналитическая геометрия, которую развил Декарт, то в общем-то это по факту некоторая алгебраическая геометрия. То есть там есть величины, они алгебраически складываются в разные выражения, и вот эти выражения, в которые складываются величины, собственно, вот метод, который Декарт рассматривает в своём рассуждении о методе и в праведе для руководства Майи, вообще в своей философии, это метод такой. У нас есть величины разного рода. Давайте представим их так, чтобы их можно было как можно легче представить. Как наиболее легко представить величину? Декарт говорит линией. Прямая линия это наиболее простой способ представить величину. При этом мы, поскольку величины бывают больше, меньше, и так далее, вот эти самые линии мы тоже можем рисовать больше или меньше, и у нас с величинами ничего при этом как бы не происходит. представление не выводит нас из соотношений величин вот это, ну и наоборот. Но когда мы представили величины, Декарт говорит, что нам нужно представить таким образом все величины. То есть величины известные нам и величины нам неизвестные. величины и неизвестные надо свести воедино в некоторых выражениях, составить уравнения, решить уравнения, и мы получим знания о неизвестных нам величинах на основе знаний о известных нам величинах. Гениальная идея, совершенно гениальная идея, на основе которой развивалась вся наука после. Понятно, что наука не остановилась на декартовском понимании. То есть там были расширения многообразные. Допустим, Декарт был метафизик, он считал, что отрицательных величин не существует. нуля тоже не существует как величины. Соответственно, все его построения это построение в некотором положительном квадранте. Я здесь обрисовываю, где допустимы построения, которое говорил Декарт только в этом квадрате. Отрицательных построений быть не может. Отрицательные квадранты вел Ньютон и собственно создал систему Декартовых координат, которая называется система Декартовых координат. но сам он не называл систему координат и Декартовых координат это потом назвали. Декарт действительно сделал огромное продвижение, позволяя величины представлять так геометрически, наглядно. Ньютон дополнил. Сейчас мы имеем то, что имеем. Я как бы замечу, что допустим, а какие существуют отрицательные физические величины? температура хе-хе существует абсолютный ноль в физике. Наша отрицательная температура это по отношению к некоторой произвольно выбранной точке, относительно к которой что-то больше нуля, а что-то меньше. По Цельсию, по Фаренгейту, по Риамюру. Вообще существует абсолютный ноль. отрицательный по отношению к которому отрицательных температур нету. Ну, правда, вот я сказал нету отрицательных температур. Современные физики начинают подкапываться под это положение, рассматривая модели, в которых есть виртуальные отрицательные температуры. Виртуальные это значит, что в реальности они как бы не проявляются, для полноты физической модели хотелось бы строить модель и вот пожалуйста вам что-то типа отрицательной температуры. В некотором абсолютном смысле слова. вот этот вопрос о наглядном представлении очень сложен. Для кого-то наглядно, для кого-то ненаглядно. представление о том, что геометрия про мир, а более точно про физический мир, потому что именно физику описывали геометрии. И когда Галилей говорил, что природа, вот эта книга, написана языком математики, он имел в виду вот эту физическую природу. Как бы геометрия, да? Некоторая структура математическая, которая позволяет очевидно что-то представить. Так вот, если смотреть на историю математики, то геометрия Лобачевского это вот не первая геометрия, которая была не классической. А первая по факту не классическая геометрия это проективная геометрия. Геометрия, которую развивали Паскаль, Дезарг. Паскаль имел серьезное отношение к математике. Что такое проективная геометрия? Это вот если у нас есть какая-то фигура, да, и мы ее куда-то проецируем. вот сейчас это очень легко представить. У нас есть проектор, он проецирует на стену нечто огромное, хотя может быть огромное, можно наоборот как-то пытаться уменьшить и прочее, но изменяются соотношения величин. Даже не то, что изменяются, соотношения величин оказываются более-менее одинаковыми, сами величины изменяются. да, вот у нас есть, ну, вот раньше были диафильмы, я не уверен, что вы знаете, что такое диафильм, да, но вот тем не менее, вот некоторая такая картинка, да, вот маленькая, да, которую, если спроецировать на стенку через диапроектор, то она станет большой, да, вот, хорошо различимой и тому прочее. Вот, величины как бы численно изменятся. Вот проективная геометрия, есть ли у неё какие-то свойства, да. Если мы рассматриваем вот эти проекции фигур, которые изменяют их масштабы в некотором конечном варианте, да, а то всегда проекция это изменение величины. Меньшее становится большим, но если наоборот пытаться вот как бы представлять себе, что мы имеем большую фигуру и проецируем на что-то маленькое, да, вот, ближе, ближе подходящее к фокусу, тогда меньшим становится, то есть обе стороны как бы должно работать. и вот Паскаль и Дезарк создали наброски проективной геометрии. Что нужно, чтобы создать проективную геометрию? А вот что нужно, чтобы создать теорию чисел, например? Чтобы она была вот некоторой всеобщей и так далее теорией. В теорию чисел надо ввести понятие нуля. Ноль это когда у нас нет чисел, да, но мы считаем, что вот у нас числа-то есть. Я бы сказал, что это некоторое собственное небытие числа, которое превращается в число. А другой пример того же самого теория множества. Пустое множество. У нас нет множества, да, но отсутствие множества мы считаем множеством. Собственное небытие. Здесь я говорю знаете, философскими терминами, бытие, небытие. В математике когда пытались об этом разговаривать, вот они в общем-то тоже пытались разговаривать такого рода в такого рода выражениях. Но вот кто-то считал, что вот ноль не число. Вообще введение нуля как числа более-менее уверенно это 15 век. скажем так, вот история математики это тоже интересная проблема. То есть если смотреть на математику исходя из современного знания, мы там обнаружим множество разных структур. Группы, операторы, расслойные пространства запросто. фактом является то, что вот тогда вот такого понимания просто не было. То есть я говорил про то, что предмет математики изменяется. Ну вот у нас соответственно есть вот это самое проекции и соотношение проецируемых фигур они хорошо могут быть описаны математически. Не хватает чего-то предельного. Чего именно? Когда есть проекция, есть фокус проекции. Вот мы берем какую-то точку из нее начинаем проецировать и все фигуры вокруг начинают проецироваться на другие плоскости по сравнению с тем на каких плоскостях они там есть. И чтобы сделать такую проекцию надо взять точку это что значит? Некоторая точка, до которой мы можем как бы дотянуться, указать ее. А что будет, если точка проекции находится в бесконечности. А будет то, что проекция оказывается параллельной. То есть если мы точку проекции помещаем в бесконечность, все абсолютно ровно из бесконечности выглядит. У нас не меняются масштабы проекции. То есть смотрите, немного по-другому. У нас как бы есть некоторая точка проекции и фокус. И мы на что-то такое грядим. Это что-то такое и оно преобразуется куда-то дальше. Будем удалять точку в бесконечность. Вот этот угол от этого угла зависит изменение масштабов. Будет стремиться к нулю. Поместим точку проекции в бесконечность, получим нулевое изменение масштаба. Параллельная проекция это проекция с фокусом в бесконечности. то есть есть бесконечная удаленная точка. И можно рассмотреть способы преобразования проекции, которые переводят из бесконечной удаленной точки в конечную и наоборот. И они геометрически оказываются хорошо определенными. точно так же мы получаем что при таком взгляде? Мы получаем не просто некоторые одну бесконечную удаленную точку. Мы получаем бесконечно много бесконечно удаленных точек. Потому что проекция параллельная может под любым углом идти. И они разные когда мы по-разному проецируем. бесконечно много вот этих самых бесконечно удаленных точек. Аналогично мы можем рассматривать проекции, которые исходят из прямой. У нас получаются бесконечно удаленные прямые. Далее у нас есть бесконечно удаленные плоскости, которые тоже проективно определяются. То есть геометрия проективная это геометрия, в которую введены бесконечные элементы. Это не то, что происходит с математическим анализом, когда туда входят вот эти пределы на дельта икс на дельта икс и прочее. Это другая штука, нечто другое. То есть вот у нас появляется проективная геометрия. У нее, кстати, очень интересная история. Паскаль создал некоторый мемуар, посвященный проективной геометрии. Дезарг очень хорошо. Они кому-то в письмах сообщили о том, что они создали. На это никто не обратил внимания, и работы Паскаля и Дезарга были потеряны. Далее конец XVIII века, начало XIX века во Франции образуется политехническая школа, и там преподают разные математики. Политехническая школа для техников. подождите, я вот только забыл, кто именно сейчас. В общем, там родилась начертательная геометрия. То есть для инженеров важно иметь чертежи. Чертежи – это у вас есть фигура на проекционной плоскости. Вот значит начертательная геометрия. Извините, вылетела из головы. Не могу вспомнить. В общем, был французский математик, который читал лекции по дескриптивной геометрии. это была начертательная геометрия. То, что сейчас изучают во всех технических вузах и не изучают на мехмате. Но везде, в других местах изучают черчение. эта дисциплина была секретной. Значит, во Франции готовили инженеров, вот они работали с чертежами и так далее. Это была секретная технология. И успехи армии Наполеона, например, они в частности облились тем, что там были инженеры, которые могли разные инженерные задачи решать с помощью продвинутого метода. И, в общем, Наполеон имел успехи. Правда, он имел успехи до тех пор, пока русская армия его не обратила и не погнала. но здесь возникает еще одна фигура Жан-Батист Панцеле. Жан-Батист Панцеле это инженер в Наполеоновской армии. Он попал в плен. Значит, по-моему, в Саратов. Вот, обоего плели в плен. В русском плену он создал курс проективной геометрии. То есть он от начертательной геометрии перешел к более общим структурам, создал курс проективной геометрии. Вот, значит, XIX век, истоки в XVII там у Паскаля и Дезарга, которых никто не принимал внимания и так далее, рукописи Паскаля и Дезарга были обнаружены уже в XIX веке во второй половине на чердаке какого-то дома. Тоже интересный такой момент, вот как развивается математика. Кто-то что-то придумал, потом вот раз это всё лежит в себе пылится. Там два века, грубо говоря, потом кто-то третий открывает это всё, а потом оказывается, что это вот уже начатки этого и так далее были уже ранее открыты, но никому не были нужны. Никто не оценил. Вот вам развитие математики. Значит, вот развитие геометрии, это не эвклидова геометрия, в частности, потому что вот эта возможность перехода между параллельными проекциями и проекциями под углом, вот она принципиально не эвклидова. требуется вводить, повторяю, бесконечно удалённые элементы, чего у эвклида нет. То есть в онтологическую структуру геометрии эвклида не входят бесконечности такого рода. Значит, далее XIX век развития геометрии становится понятным, что вот есть эвклидова геометрия, геометрия Лобачевского, геометрия Риммана. Это геометрии значит связанные с некоторым таким понятием кривизна. Тоже понятие вот мы с вами находимся в пространстве, вот и ну как сказать, вот вы видите, что оно кривое? Ну как-то вот так вообще само пространство увидеть, тоже вот интересная такая задачка, да? Ну вот понять, что мы живем в чем-то кривом. Хотя если брать некоторые соображения, да, связывающие пространство не просто вот с расположением объекта, а с действиями, то ясно, что, допустим, вот путь вверх, он длиннее, чем путь вниз. вверх просто гораздо сложнее и дольше с большими затратами карабкаться, а вниз можно просто покатиться, да, вот и почти без усилий. То есть вот вроде бы расстояние одно и то же, да, но вот смотря, куда мы идем, вверх или вниз. здесь уже есть определенный такой момент вот неравноценности, да, а то, что, говоря научным языком, называется анизотропия. Вот изотропия это равнонаправленность. Вот изотропная значит во все стороны как бы одинаково в разных направлениях. А низотропия это то, что в каких направлениях у нас не то, что в других. И вот эта качественная неоднородность пространства, да, скажем, если брать развитие представления пространства, то что мы имеем? Вот начальные, повседневные, мировоззренческие и так далее представления пространства это представление о том, что вот есть некоторая сложная структура центров, направлений и уровней. скажем, вот эта самая концепция мирового древа, да, которую культурологи вот описывают. Вот там уровни разные, да, на них действуют разные законы, связи и так далее. Направление да, то же самое, да, структура центров, в общем, такое разделение, которое присутствует во всех традиционных мировоззрениях. Просто по факту во всех. До сих пор не было других. Переход к некоторому теоретическому осмыслению, когда вот начинается вот эта идея, что пространство, оно вообще-то, ну, как бы имеет некоторые собственные характеристики, да, и не зависит от объектов, которые его наполняют. Это идея нового времени, это Галилей, в частности, один из тех, кто эту идею продвинул, ну, на некотором базисном уровне. то есть вот что значит, что пространство везде одинаково. Это означает, что подлунная физика и надлунная физика организованы одинаково. То есть пространство под Луной и всё, что там происходит, пространство над Луной, они имеют одни и те же законы. вот собственно некоторая реальная идея, которая кардинально изменяет мировоззрение. Не то, что Земля вращается вокруг Солнца, они наоборот. Нет, это производная идея. то, что у нас Земля и Солнце равноправны в отношении к движениям в пространстве и так далее. Вот это более важно по факту. Собственно, это и есть содержание принципа относительности. Я здесь, как видите, залезаю в физику немного, но здесь математика и физика не были так жестко разделены в те времена. то есть вот есть законы, законы для всей Вселенной одинаковые. Физика, которая строится на этих основаниях, она принципиально другая, чем физика аристотельевская. Потому что там вообще в аристотельской физике нет понятия закон. Там есть некоторые вещи первые сущности, которые в общем-то разнокачественные, атомарные, и те, которые под Луной находятся, они некоторым образом устроены, сущности. Но вот это устроение, оно свое для каждой такой сущности. То есть такая сущность, она вообще-то является чем-то целым, но у нее есть часть. И вот соотношение целого и частей для каждой такой сущности, которая есть, вот оно свое. Она тем самым отличается от других сущностей. Ну и соответственно сущности надлунные, они тоже некоторым образом устроены, у них свое устроение, но в принципе это разные такие устройства физические, то есть связанные с движением. Что еще несет в себе это изменение? Вот здесь есть некоторый геометрический аспект, я про него сказал, то есть у нас исчезают выделенные направления, исчезают выделенные центры в этом нововременном понимании пространство становится однородным и изотропным. Что значит однородное? Все точки пространства однородны, то есть нет принципиально разных точек. Тогда у нас есть центры, центр это точка качественно выделенная. Это не та точка по отношению к тем точкам, которые вокруг. Качественно другая штука. А однородное пространство это значит, что у нас нет таких выделенных точек. То есть первоначально идея науки нового времени состояла в том, что просто выделенная точка меняется. Не Земля выделенная точка, а Солнце. Но при этом выделение этой самой точки связано с тем, что у нас становятся одинаковыми законами. Законы на Земле и в космосе. То есть некоторая более однородная конструкция по сути, хотя выделенная точка есть. А дальнейшее развитие физики приводит к тому, что выделенная точка становится относящейся к системе отчёта. Мы систему отчёта куда-то помещаем, оттуда наблюдаем, получаем некоторую картину. И вот эта самая идея тождества законов заключается в том, что мы можем сравнивать и переходить от одной системы отчёта к другой. То есть в разных системах отчёта мы наблюдаем мир, который организован одними и теми же и в таком понимании выделенная роль Солнца теряется. Неверно говорить, что раньше считали, что Земля это некоторый центр, вокруг которого вращаются Солнце и разные прочие вещи, а Коперник ввёл систему, в которой есть на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Это ложное утверждение, товарищи. В зависимости от того, какую систему отчёта мы выбираем, Земля может вращаться вокруг Солнца, Солнце может вращаться вокруг Земли, и Солнце и Земля могут вращаться вокруг чего-то ещё. От системы отчёта зависит. Или двигаться как-то по отношению к чему-то ещё. То есть для школьников для простоты говорят, что у нас была идея, что Земля в центре мира, а неверно, значит, Земля вращается вокруг Солнца. Некоторое уменьшение значимости Солнца как центра мира, вот в этом тезисе присутствует, сам-то Коперник вслед Джордана Бруно считал, что Солнце действительно находится в настоящем реальном центре мира. Почему? Потому что Бог создал Солнце для того, чтобы весь мир освещать. И как-то считать, что Бог Солнце поместил куда-то в какой-то угол Вселенной и оттуда освещает весь мир, но знаете, это как-то с разумностью Бога плохо сочетается. Освещать лучше из центра. Центр мира, да, То есть содержательные такие рассуждения метафизические. Ну а физика она отошла и от аристотелевского понимания, и от каперниканского. Некоторая система отсчета. Но здесь вот эта идея, как устроен мир, она становится очень многоплановой и многозначной. то есть вот если все-таки мир и то, что в нем происходит, описывать с помощью математики, то какая-то геометрия нужна. Вот Лобачевский представил некоторую геометрию, которая возможна, воображаемая такие геометрии, мнимая. Вообще-то он строил ее в идейном контакте с мнимыми числами. Мнимая геометрия, воображаемая геометрия числа тоже мнимые, воображаемые. Но в математике числа вот эти есть, а что бы ни быть геометрией такой. Оказалось, что есть такая геометрия, она может быть построена некоторым полным и непротиворечивым образом, так же, как геометрия Эвклида. И возникает вопрос, а вот если у нас есть мир, и мы его описываем математически, то все-таки какова реальная геометрия мира. Некоторый естественный совершенно вопрос. И здесь вопрос в частности о том, как математика относится к миру, как физика относится к миру. этот вопрос математики разрешали в разных направлениях. Одно из направлений, которое оказало сильнейшее влияние на дальнейшее развитие математики и физики, это то, что сделал Бернард Риммон. Он, если я правильно, в общем, в 1860-е годы, я только не помню, там какой-то ничетный год, а то ли 1863-й, то ли 1867-й, но не пятый. В общем, он был приглашен профессором математики в Геттинген, если я правильно помню, и прочитал там лекцию. Его туда пригласили по рекомендации Гаусса, который был королём математиков, в частности президента математического общества немецкого, берлинского. Гаусс, который в идеях, набросках и так далее высказал идеи не в геометрии типа Лобачевского, но Лобачевский был функционером математики, он был деканом в Казанском университете. Вообще университеты в России в то время это методологические организации. Университеты создают программы, по которым учатся школы в тех губерниях, которые находятся в ведомстве данных университетов. И, пользуясь своим положением, он опубликовал свою воображаемую геометрию в записках Казанского университета. На что не решился Гаусс, на что не хватило времени жизни у Баяи, Венгра, который был убит на дуэли. То есть он некоторые письма написал о том, что надо геометрию развить вот так-то, так-то, и так-то, но по факту не развил. Был убит. внешнее воздействие на математику, можно сказать. А Лобачевский, вот он находился в благоприятных условиях, в Казанском университете никто ему не мешал. А, правда, математики того времени высказывали серьёзные сомнения в том, что на самом деле математика, допустим, Астроградский был такой крупный российский математик, он, как ему казалось, нашёл ошибки в вычислениях Лобачевского. Но вот сейчас известно, что это не так. Нету ошибок в вычислениях Лобачевского. В общем, там речь шла о вычислении поверхностных и объёмных интегралов. в геометрии Лобачевского они вычисляются не так, как в эвклидовой, и, соответственно, формулы, которые там получаются, они не подтверждаются в эвклидовой геометрии. Но это не говорит ничего на самом деле о том, что эвклидовая геометрия, в смысле, геометрия Лобачевского не верна. У неё своя сфера предмета, своя истинность и так далее. Вот. Так вот, Римман произнёс речь при вступлении в должность профессора математики. Занял кафедру математики по протекции Гаусса, как я уже сказал. Речь называлась о гипотезах, лежащих в основании геометрии. Гипотезы, лежащие в основании геометрии. Речь шла о как раз аксиомах и постулатах геометрии, которые он называл гипотезами. Кстати, слово постулат по-гречески это гипотеза. То есть сейчас мы как бы аксиомы и постулаты объединяем в таком общем понимании. Тогда вот это раньше, еще в античные времена это было не так и прочее. Так вот, что здесь сделал Римман? Он опирался на некоторые результаты, которые были получены Гауссом еще в начале XIX века. Гаусс входил в комиссию по измерению земли. Вот опять я сейчас не могу точно сказать какой именно земли. Там в Германии было много земель с разными герцогами и так далее. Забыл, извините. Но это не важно, это можно просто посмотреть в какой комиссии он там был. И он там пришел к выводу о том, что как устроена какая-то поверхность, то есть она по эвклиду устроена или не по эвклиду, можно установить, находясь на этой поверхности, не выходя за ее пределы. Вот идея определения кривизны поверхности по ее внутренним характеристикам, то есть вот у у нас есть там апельсин, мы смотрим на него извне и видим, он круглый и кривой. А вот если находиться на поверхности апельсина, можем ли мы понять, что он круглый и кривой? Гаусс в общем показал, что да, можем. Вот эта идея, но он не развил эту идею, эту идею развил Римман. Он рассмотрел разные виды многообразий. То есть вот есть пространство, и когда мы говорим пространство, у него есть естественная физическая интерпретация. Вот вокруг нас пространство, мы в пространстве и прочее. А когда говорят про разные экзотические пространства, допустим, есть вот такой семиотик Степанов, очень крупный семиотик, патриарх семиотики в России и так далее. У него есть книга, которая называется «В трёхмерном пространстве языка». Язык – это трёхмерное пространство. я не уверен, что вы способны эту штуку представить явным образом. То есть трёхмерное пространство – вот оно, а то, что это язык – это как? Что-то типа метафоры, но в то же время некоторое такое понимание, которое оказывается частично достаточно точным и так далее. Просто вот эта самая трёхмерность и пространственность оказывается не физической в случае языка. То есть мы не рассматриваем, как распространяются звуковые волны в физическом пространстве, когда говорим про язык. Это совсем другое. Риммон ввёл понятие многообразия. Манихфальтихкайт по-немецки, что в общем-то хорошо соответствует русскому слову многообразия. он рассмотрел многообразие двух типов, при этом явно или неявно ориентируясь на Аристотеля, который говорил, что величины бывают величины, категории сколько. Сколько бывает дискретным и непрерывным. Современными словами слово дискретное латинское, у Аристотеля его нет, но смысл такой. И вот эти дискретные и непрерывные величины, соответственно, дискретные и величины это числа, непрерывные это геометрия. Это в простом изложении идеи. Числа очевидно дискретны, там вот эти единицы друг от друга очевидно отделены, могут собираться и так далее, но при этом их отделенность никуда не исчезает при сборе вот этих единиц. А в геометрии там что-то другое. Значит, Римман рассмотрел, ну, ввел, вообще говоря, в этой лекции о гипотезах лежащих в основании геометрии понятия многообразия. Вот это некоторый такой пункт, который недооценивают, на мой взгляд, вот историки математики, историки философии и там и прочее. То есть речь идет о чем? Вот у нас есть многообразие физическое. Вот оно вокруг нас многообразие, очевидно. Вопрос в том, как оно устроено. То есть какой тип пространства оно собой представляет. пространство это частный случай многообразия. Допустим, в математике есть математический анализ. Как его рассматривать? у нас есть вот это вещественные числа, которые представляют собой некоторое пространство. Если мы берем систему xy, у нас некоторое пространство, оно представлено, плоскость, функция, там изображается геометрически, в общем, все хорошо. Матанализ говорит о том, какие особенности имеются у функций, какие особенности можно выделять, которые характеризуют именно данные, функции и так далее, как анализировать это все. Математический анализ. Это математический анализ на некотором естественном пространстве, пространстве вещественных чисел. Можно сказать несколько иначе. на некотором производном пространстве, где есть вещественные числа в x и вещественные числа в y и некоторое соотношение дает многообразие функций и прочее. Пространство. Но многообразия могут быть устроены принципиально по-разному. Я вам уже нарисовал круглый квадрат. Это некоторая организация пространства, вообще-то геометрического пространства. Там просто другая метрика, то есть функция расстояния. Римман поставил вопрос в общем случае, в общем виде. А какие могут быть расстояния, метрики? и показал, что есть три типа. Метрика с нулевой кривизной, пространство с нулевой кривизной, метрика такая. Это евклидово пространство, евклидово геометрия. Метрика с постоянной отрицательной кривизной. геометрия Лобачевского, пространство Лобачевского и так далее. И соответственно некоторая метрика с постоянной положительной кривизной. Вот эти пространства это как раз то, что на сфере естественно интерпретируется. Это Риммановы пространства. И соответственно что из этого дальше проистекло? то, что не очень я бы сказал выделяются историками математики и вообще философами математики, проистекло то, что у нас появляется математический анализ на многообразиях. Не на множестве или поле вещественных чисел и комплексах. На многообразиях, которые могут быть устроены по-разному. Допустим, такое хорошее многообразие бублик. Некоторая поверхность бублика, что здесь есть некоторая толщина у бублика. бублика. Бублик это вам не сфера, потому что в бублике есть дырка, а в сфере нет. Соответственно, можно строить другие многообразия. Вот это двумерное многообразие бублик, тор называется по-математическому. можно строить не просто бублик, а можно его расширять и строить крендель, где есть еще одна дырка. И крендель с двумя дырками это вам не бублик с одной. И так далее. они по-разному устроены. Если на них некоторую математику строить, исходя из них получается разная математика в зависимости от типа многообразия, которое там лежит в основе. В общем, эта теория многообразия по факту является некоторой основой современной математики. о чем, повторяю, не слишком хорошо осведомлены люди, которые математику знают по-наслышке, касаясь ее, а даже касаясь допустим в каком-нибудь инженерном техникуме вполне достаточно простого мотоанализа, где нет никаких бубликов и прочее, как базис на многообразии. Ну и там естественно ничего такого не рассматривается и так далее. Это опять я о чем говорю, о том, что современное содержание и строение математики сильно отличается от некоторых простых примитивных представлений. И вот это представление о том, что у нас есть многообразие. Соответственно, вопрос о том, в каком мире мы живем, это вопрос не общий, математический. многообразий может быть огромное количество. Это вопрос по сути физический. Математика не говорит нам о том, в каком мире мы живем. Сказать, в каком мире мы живем, может физика, которая покажет нам, какая из геометрий является геометрией нашего мира. опираясь на физические условия, ограничения и так далее. Значит, вот некоторый итог развития математики и геометрии в XIX веке и, извините, вот еще несколько фраз на эту тему. И это одна из линий развития геометрии, понимания того, что геометрия и так далее. А есть другая линия, которую развивал, в частности, Феликс Клейн, тоже крупный, крупнейший математик XIX века. Значит, что такое геометрия с этой точки зрения? Геометрия задана, когда у нас есть некоторая группа преобразований на многообразии. многообразия могут быть разными, группы преобразований могут быть разными, геометрий огромное количество. Ну, например, существует существуя конечные геометрии. Что значит конечные геометрии? Геометрии, в которых конечное число объектов, точек, плоскостей, линий. Вот некоторый, так сказать, интересный такой факт. То, что довольно сложно вообразить, если исходить из Клейф-Клизовской геометрии, есть один из вариантов. В общем, я постарался вам рассказать о некотором размножении этих геометрических конструкций. То, что их много, вы уже усвоили. Ну, а дальше я пойду в другие стороны, в сторону бесконечности, в сторону физики, хотя к физике мы уже немножко приблизились. На этом давайте закончим. что мы видим, что мы можем раз с